Миротворческая активность супруги премьер-министра Армении Никола Пашинняна, не знает конца и края. Свои идеи первая дама страны генерирует, как мецоморская АЭС электроэнергию. И они также не полезны для окружающей среды. В других условиях, при иных обстоятельствах эти идеи, возможно, и имели бы смысл. Но из уст супруги первого лица, не желающие образумиться страны-оккупанта, они звучат как издевательство над прекрасным понятием миротворчества. Анна Акопян, свозила на оккупированной территории Азербайджана группу российских общественных деятельниц. Провокационный и преследующий исключительно пропагандистские цели визит, завершился ничем, и совершенно ясно, что никакого продолжения у бессмысленной инициативы Акопян не будет. Присоединившиеся к ней российские дамы хорошо погуляли, угостились, подышали чистым горным воздухом. И больше ничего. Мира в регион, этот вояж не принесет, и, тем более, не заставит Азербайджан отказаться от своего права решить вопрос силой оружия, если, конечно, не останется другого пути. Хотя нет кое-что, помимо съеденных шашлыков и азербайджанских гутабов, называемых в Карабахе неблагозвучно Жангялов Хац, у гостей из России еще кое-что останется. Женщины во имя мира, побывавшие в оккупированном Карабахе, получат за это выплавленные из пуль украшения. Об этом сообщила Анна Акопян. Дальше последовала демагогия в плане того, что от тепла вселенской материнской любви, мол, расплавится все пули мира, и это значит, что чем больше женщин присоединится к их акции, тем больше пули исчезнет с лица земли. И так далее. Самое главное, это красивые лозунги и речи говорить, стоя на оккупированной территории Азербайджана, с чем Анна Акопян справилась. Не зря же она журналист и этим пользуется, никто ведь не поймет, что она задумала провокацию. Было очень трогательно, и очень, неискренне, и даже смешно. Страна, оккупирующая территории соседнего государства, учинившая этническую чистку и пролившая много невинной крови, не имеет морального права рассуждать о миротворчестве и призывать к ненасилию. Понятно, что в Армении боятся войны, но избежать ее засылкой женского десанта не удастся. Для этого Ереван, должен принять куда более серьезные и конкретные меры, доказать свою приверженность к миру, а не на словах, которым в Азербайджане давно никто не верит. Проще говоря, Карабах и семь прилегающих к нему районов были оккупированы силой оружия Армении. Если придется, и освобождены они будут таким же путем. И никакие пиар-компании и манипуляции с пулями тут не помогут.